снова приветствую всех кто вместе со мной продолжает реализацию нашего проекта шутера от первого лица в нашей уже пятой части мы начнем и надеюсь реализуем отрисовку лазера от нашего пистолета предыдущей части мы реализовали управление выстрелом то есть пользователь игрок может кликать мышкой левой кнопкой мыши и мы слышим выстрелы в принципе выйдет видим какую-то часть лазера но сейчас нам нужно ее отрисовать для отрисовки лазера у нас используется как мы уже сказали несколько раз компонент line рендерер что это за компонент такой мы его добавляли на объект ган и вот он у нас line рендерер находится собственно это вот это вот странного цвета пятно что это за пятно такое на самом деле это линия и эта линия которая произвели проведена из одной точки в другую толщина этой линии может быть если мы разворачиваем компонент line рендерер в разных версиях по разному туториале официальном который писался для более старой версии unity немножко по-другому задавалась толщина но в данном случае вот у нас есть такой раздел виз и мы можем задать толщину нашей линии вот смотрите можно сделать такую вот тоненькую принципе для игры нам такая нужна как определяется точка начала и точка конца этой линии то есть у этой линии есть точки через которые она проходит у нас есть раздел пози шанс в этом разделе пози шанс вот у нас координаты начальные точки и конечные точки нашей линии мы можем эти точки изменить например здесь я могу написать к примеру там минус 10 вот у меня теперь такой огромный длинный луч я немножко перестаралась на допустим давайте минус 4 мы также можем изменить и начало например вот то есть в данном случае это делаю редакторе мы можем добавить еще точки но это я делаю для того чтобы просто было интереснее возможно кому-то рисовать но в данном случае нам достаточно двух точек потому что у нас будет просто линия но с помощью line renderer во многих играх как раз таки отрисовываются какие-то геометрические фигуры давайте удалим лишний элемент нам нужно 2 и в принципе я пока все изменю будут начальные значения 00001 и нам программно нужно будет задавать вот эти вот xyz координаты это то что касается компонента line renderer который мы сейчас будем собственно программировать координаты этих самых точек но line renderer это всего лишь визуализация процесса выстрела и в общем мы просто рисуем луч и все это не физический сам процесс процесс выстрела в данном направлении тут стоит сказать конечно что можно выстрел реализовывать и весьма реалистично то есть примерно так как это происходит в жизни когда летит некая пуля некий заряд на с определен из определенной точки с определенной скоростью и другими какими-то физическими характеристиками но когда делаются игры очень редко делают все настолько реалистично потому что например если говорить о полете пули то это происходит очень быстро и реализовать это программно оказывается не так просто потому что скорость пули слишком велика и она может пролетать сквозь те коллайдеры сквозь которые пролетать по идее не должна но если у нас не слишком быстрая скорость и мы не стреляем и допустим бросаем мячик то в общем мы можем использовать какие-то физические процессы здесь мой полет пули или даже нашего лазера мы заменяем на виртуальный луч на ройкаст о котором мы говорили первых частях нашего урока и сейчас этот виртуальный луч нам необходимо настроить определиться из какой точки в какую у нас будет этот луч и спускаться логично подумать что луч исходит у нас из центра нашего взгляда как правило когда игрок стреляет он смотрит центр экрана и как бы начиная самого переднего плана на котором он находится он пытается выстрелить вдаль мы также будем опираться на эту центральную точку и сейчас немного поясним как это называется трактуется с точки зрения камеры через которую мы принципе видим игровой мир итак у нас есть центральная точка в нашем игровом мире в окне game вот то что видит игрок допустим вот из центра он он смотрит в центр и хочет куда-то попасть да то есть принципе он в эту цель хочет прицелиться в любом случае нам нужна эта точка координатах игрового мира и сейчас мы определим координаты центра экрана программным образом и потом продолжим рассуждать как у нас будет испускаться рейкаст и так мы это должны сделать в методе апдейт там где мы обрабатываем управление выстрелом и мы сейчас объявим новую переменную типа вектор 3 поскольку нам нужно задать три координаты x и y и z и назовем эту переменную ray origin это начало нашего луча далее пишем равно то есть мы сразу зададим значение этой переменной в принципе можно было ее объявить и как все переменные выше но вот некоторые переменные можно объявлять внутри скрипта и так там нужно задать вектор из трех значений x и y и z но мы будем отталкиваться от камеры мы сказали что это должна быть точка в середине экрана игры значит это середина той части которая видит камера вот в камера превью если мы будем поворачивать то у нас эта точка смещается вместе с камерой соответственно нужно обратиться к компоненту камера fps кам дальше вот этот вот прямоугольник мы потом на иллюстрациях тоже еще раз рассмотрим который видит камера это же у нас 2d да то есть это так называемый viewport камеры и у этого в порта есть своих характеристики мы будем переводить эти двумерные координаты по сути эта плоскость в трехмерные координаты нашего игрового мира для этого мы будем использовать следующий метод для обработки камеры viewport to world point вот у меня подсказка уже есть я двойным кликом клику и вот здесь вот чтобы не ошибиться лучше использовать эти подсказки то есть у нас есть так называемый viewport камеры это вот эта плоскость которую камера видит откуда она берется мы тоже скажем и мы переводим координаты из этого прямоугольника точнее точку в середине этого прямоугольника в мировые координаты координаты xyz нашего трехмерного мира и здесь нам нужно задать вот эту вот координату viewport а в качестве параметра поэтому мы пишем нее тоже вектор 3 и в данном случае мы просто создаем экземпляр вектора 3 поэтому пишем следующее 0 5 0 5 0 5 0 и не забываем точку запятой что это за такие числа 0 5 0 5 0 0 это z а ну по умолчанию будет 0 0 5 0 5 это как раз таки . центра вот этого прямоугольника но давайте немножко разберемся с тем вообще что видит камера как она устроена если мы вот выберем нашего персонажа для того чтобы было лучше видно мы сейчас делаем следующую вещь мы отключим свет и вот здесь немножко лучше ну немного видно вот у камеры есть вот такая вот трапеция попробую отъехать сейчас попробую свет все-таки выключить совсем вот еще темнее вот и мы видим вот выходят такие вот лучи по сути это такой такая как бы пирамидка у которой есть определенные характеристики но здесь не очень трудно отъехать вот смотрите у нее есть два прямоугольника такой вот дальние и ближний и вместе вся эта пирамида называется фрустом камеры то есть вот то что внутрь нее входит кто видит камера ту часть игрового мира которая сюда вмещается все что не вмещается в эту пирамидку камера не видит и мы не видим как игроки этими значениями можно эти значения можно регулировать мы не будем сейчас это делать и о камере тоже можно говорить отдельно но главное понимать что вот в эти вот прям в эту вот пирамиду включается все что мы видим в игровом мире я сделаю control z дважды чтобы вернуть свет но и здесь включу верну вот на схеме возможно немножко более понятно я взяла скриншоты из туториала вот у нас как бы нижняя граница того что видит камера и дальняя граница который видит камера то есть вот эта вот часть viewport камеры которыми мы обращаемся это тот прямоугольник который собственно мы видим в окне game и у этого прямоугольника отчитываются координаты из левого нижнего угла здесь у нас будет . 00 верхнем правом углу у нас . 11 ну а точка центра соответственно мы из левого нижнего угла переходим в середину 0.5 соответственно 0,5 и по игреку мы поднимаемся вверх 0,5 то есть у нас 0,5 по x 0,5 по y z значение не имеет но в качестве параметра вот этого вот метода нам нужен вектор 3 поэтому мы поставили 0 и еще раз повторю метод viewport word point переводит вот эту вот точку из viewport а в середине потом мы сюда нарисуем как раз тоже нашу красную точечку пока у нас ее нет но всегда мы всегда будем целиться в эту самую середину эта точка будет переводиться в мировые координаты и так начала луча мы определили теперь нам необходимо объявить переменную в которой будет сохраняться информация о нашем луче а точнее о тех точках касания с коллайдерами каких-либо других объектов которые этот луч будет пересекать для того чтобы сохранить такую информацию нам необходим специальный тип raycast hit и переменную так и назовем hit далее мы помним о том что нам необходимо рисовать лазер линию лазера и этой линии есть две точки точка начала и точка конца понятно что точка начала это будет у нас конец дула пистолета то есть вот та самая точка gun end которую мы задавали с помощью пустого объекта то есть отсюда у нас будет исходить наш луч поэтому мы можем сразу задать координаты конца пистолета в качестве координат начала рисования нашей линии с помощью компонента line renderer так и сделаем значит нам нужно переменная лаза в line и для того чтобы задать координаты line рендерером мы используем метод set position в качестве параметров этого метода выступает два значения первое значение это номер точки которую мы задаем а второе значение это вектор 3 то есть та координата xyz которая будет в качестве значения этой первой точки вот здесь подсказки написано вектор 3 позиция и этим значением у нас будет координаты нашего пустого объекта которые определяют конец дула пистолета для этого у нас использована переменная gone and просто пишем transform позиция а точнее даже не gone and transform позиция а просто gone and позиция поскольку у нас переменная gone and вспоминаем это у нас как раз таки есть компонент transform то есть нам не надо еще раз писать transform позиция это было бы необходимо если бы мы сохраняли ссылку на на game object а мы сохранили ссылку на компонент трансформ и так начальная точка нашего лазера нашей линии которая будет рисоваться автоматически с помощью компонента line renderer определена теперь нам необходимо определить куда же у нас отпускается наш луч raycast и какие объекты он пересекает где он касается коллайдеров и понятно что мы должны проверять испускается ли этот луч и пересекает ли он коллайдеры поэтому пишем if и уже внутри if мы пишем следующую вещь physics и raycast метод и вот сейчас у меня даже появляется подсказка то есть у этого метода у нас есть какие параметры первый параметр у нас вектор 3 это точка начала из которого испускается наш луч второй параметр это направление в котором научит это будем испускать внутри игрового мира третий параметр это максимальное расстояние на которое наш луч будет распространяться все остальные параметры в принципе нам сейчас не нужны поэтому мы запишем по порядку и так первый параметр у нас берем сразу две круглые скобки это у нас вектор 3 . начала точку начала мы определили вот здесь через переменную ray origin значит пишем ray origin следующее у нас направление направление это у нас будет направление камеры то есть вот наш персонаж камера смотрит вперед поэтому мы берем вектор forward нашей камеры значит пишем обращаемся к камере в пскам мы обращаемся к компоненту трансформ нашей камеры местоположению и ее направление forward вперед и следующий параметр это расстояние на которое мы будем наш луч пускать расстояние мы говорили когда объявляли переменные вот у нас длина луча viapon range так и зададим в качестве параметра далее следующим параметром у нас будет собственно тот параметр в который мы будем получать все сведения о пересечении то есть вот этот вот рейкаст и мы его опишем вот так out hit но у этого метода physics рейкаст есть большое количество перегрузок вот я открыла скрипте напи и physics рейкаст метод то у него описано много перегрузок так называемых то есть его можно вызывать разными способами мы сейчас не будем детально все читать перечень и последовательность указания параметров немножко отличается и в данном случае если необходимо получить информацию о точке пересечения то обычно точка пересечения с коллайдером пишется после того как мы указали направление то есть лучше мы сейчас напишем вот следующим образом вот этот out hit я перенесу вот сюда собственно как и было в исходном нашем туториале и так мы испускаем луч и из начальной точке ray origin из центра viewport камеры в направлении движения вперед то есть камера смотрит вперед получаем информацию в переменную hit free cast hit для того чтобы узнать чего мы коснулись какие объекты были с коллайдерами пересечены лучом и задаем максимальную его длину продолжаем писать нашу конструкцию их и если мы все-таки получили соответствующую информацию луч был испущен и получен результат то мы можем этот результат обработать и главным образом что мы сейчас можем сделать это определить вторую точку для проведения нашего лазера то есть написать laser line set position для второй точки laser line set position и здесь уже у нас 2 . но индекс у нее один и мы получаем точку пересечения hit с коллайдером и у этого точки пересечения берем значение point это собственно трансформ нашего кола точки пересечения с коллайдером ну что давайте попробуем проверить в принципе у нас лучше же должен рисоваться посмотрим как это происходит то есть у нас будет лучше рисоваться из дула пистолета в центр юх порта камеры в центре игрового мира который мы смотрим нажимаем play я отменила так давайте ка я уберу мешает line renderer нам не надо отрисовывать сразу убираем и сейчас я начну стрелять смотрим как отрисовывается луч вполне неплохо единственное что не очень хорошо это толщина нашего луча великого то вспоминаем что мы толщину луча вот изменяем вот здесь программно выглядит как-то не очень красиво не так как мы тестировали потому что мы смотрим с другой точки сейчас проверим ну вот вполне прилично итак у нас луч уже отрисовывается но давайте внимательнее посмотрим как у нас действительно происходит выстрел учитывая то что у нас написано в коде в коде у нас написано что будет рисоваться вот этот вот лазер его . конца будет зависеть от того куда мы попадаем какой коллайдер у нас был пересечен и если вот это вот условие выполнилось то есть луч про и каст пересек хотя бы один коллайдер то линия рисуются таким вот образом у нас в принципе здесь практически везде стоят коллайдеры давайте посмотрим вот бокс коллайдеры на всех стенах на всех объектах на нашем плене но мир у нас не полностью замкнут у нас есть еще потолок в котором никаких объектов в принципе нет то есть там небо да давайте посмотрим как наш выстрел будет туда производиться и так здесь мы пересекаем коллайдеры а теперь я направляю вверх видите что происходит с лучом он проводится все время в ту точку которая последняя была занята почему это происходит которая была последняя определена то есть последняя точка пресечения с каким-либо из коллайдеров но давайте другой вот допустим в эту стену я выстрела теперь вверх вот сейчас все время в ту точку этот луч проводится почему так происходит давайте посмотрим код значит в коде у нас написано начальная . здесь все нормально из дула пистолета конечная . задается вот здесь в этом условии если это не выполняется то у нас конечная точка не переопределяется она остается но при этом срабатывает карутина и наш line рендерер становится визуализированным то есть рисуется с новым началом луча и старым концом этого самого луча линия с помощью line рендерер надо исправить эту ситуацию на тот случай если у нас не произошло пересечение с каким-либо из коллайдеров то есть написать также еще веточку else и если мы не пересекаемся с низ каким коллайдером мы зададим вторую точку для отрисовки нашего line рендера следующим образом пишем опять сразу line set позиция индекс один и что будет в качестве второго параметра в качестве второго параметра мы можем взять направление которое смотрит камера и учитывать еще также и максимальную длину нашего луча то есть мы пишем fps com transform forward наша камера смотрит вперед это вектор xyz направление и длины единица чтобы у нас была определенная длина мы умножаем navi upon range сохраняем давайте проверим что получилось итак стреляем сначала в какие-либо коллайдеры любые поднимаем вверх и вот теперь наш луч все время стремится смотрите к я специально визуализировала указатель мыши нажала escape все время отрисовывается в центр вот таким образом у нас получилось отрисовать луч лазера мы почти стреляем но пока у нас физически ничего не происходит и мы не поражаем цель но уже в принципе визуальные эффекты есть и в следующей части мы сделаем так чтобы мы еще лучше понимали как у нас происходит вот это испускание луча рейкаст куда он направляется и таким образом и сделаем также уже поражение цели в частности у нас поражаемыми объектами будут вот эти кубики в них выстреливаем их поражаем до встречи следующей части урока